У нас 30 апреля 2024 год, это я нахожусь на Симаковском пруду, приехал посмотреть дамбу, ну и вообще как тут дела обстоят. Там кто-то с собакой гуляет вдалеке, вот докуда вода даже доходит, после весеннего наплыва тут. Вот, ветер конечно будет плохо слышно, ветер гуляет тут у нас в степях, я постараюсь побыстрее сейчас дойти и показать. Обещают, что завтра тоже прохладный день, еще прохладнее будет чем сегодня, сегодня плюс 8 обещали, завтра плюс 3 еще будет, а потом будет увеличение уже тепла, плюс 11 и выше. Что вот так вот. Сейчас даже можно посмотреть, докуда вода доходит сейчас весной. Там, видел, кто-то ходил дамбу смотрел тоже. Местные смотрят, что тут ничего не промыло, он нигде не был. Вот ложочек небольшой, вот он. Вот я это от лагеря отошел, там вдалеке в лагерь стал бывший, сейчас музей уже стал. Не вот здесь вот, докуда вода доходит. Ну, в принципе, уровень хороший тут, я смотрю. Даже вроде больше, чем в том году было. Что-то где-то шум какой-то. О, как интересно гуляет ветер. Вот, докуда она вода дошла. Можно даже посчитать от края, сколько столбышков. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, до пятого столбышка дошла вода. Можно сказать, почти до шестого. Тут обводной канал, на случай, если будет перелив воды. Так что уровень очень хороший для этого именно пруда. Сейчас посмотрим, что тут у нас стоит. Ну, тут, понятно, не зимка. Вода стоит, а не сырая. Здесь вот, конечно, подгнило. Вот. Жердинку надо будет подпечь, чтобы тут скотина потом не ходила. Этот еще вот, обводной канал куда идет. Сейчас я подгляду. В принципе, нормально. Видно, что тоже вода уходила, но ничего не размыло. Так, дальше. Немножко трещины есть. Усадку дает дамба. Вот, слив. Здесь усадку дал. Вода там журчит, видимо, где-то подтекает под слив. Раз подтекает, она, конечно, по нему не пойдет. Ну, вот он, где промыло. Вот. Вон, где вымыл, под самим сливом. Там лежит. А промыло вот здесь вот, вот в этом месте. Вот она, видно, что провалилась. Считает, то, что мы заделали, тут и промыло опять. Вот тут вообще обрушилось. Вот так вот. Здесь вот тоже обрушение. Даже вода стоит. Видно, что уровень. Ну, вроде бы, нигде больше не подтекает тут. Только в том месте. Ну, это достаточно ему. Что, наверное, раз она там выход себе нашла, ей больше не надо. Хотя здесь вот тоже что-то где-то... Я смотрю, там промыв какой-то стоит. Между этими. Где-то она убежала. А, оттуда же и бежала, да. Просто сейчас вода упала уже. Стало меньше. Знаешь, будет уходить еще. Вроде еще ниже будет потом. Ну, здесь, слава богу, сохранилось. Ой, простите меня. Ветер, конечно, холодный. Расскажет насквозь. Я тепло оделся, слава богу. Ну, вот уровень. Вот у нас был первый, а это второй рубеж уже. Второй рубеж сохраняется пока. Ну, за счет того, что там вода промыла от слива. Так, вот здесь вот уже, вот тут, ну, заделывали. Вот она, видно, что. Укрепляли все. Вот трещина есть. И как вот тут выглядит. То есть, вода стоит здесь. То есть, ниже. Ну, промыла насквозь. Кроме, я не вижу пока. Как сохранилось. Был бы больше уровень, нас, скорее всего, промыло бы тоже опять здесь. Вот тоже вода везде стоит тут. Вот, низинка. Говорят, уже клещи появились. Ага, вот. Только сказал, сразу его увидел. Он уже ползет по мне. Сейчас вам покажу. Сейчас я перчатку сниму. Вот он на мне. Не знаю, видно, не видно. Тут солнце заграждается. Вот он. Разит такой. Ну, я его выкину. Мне сейчас не до него. Пускай там в воде где-то барахтается. Вот так вот. Вот сегодня, вчера еще не было вроде на мне. Сегодня я первого поймал. Себе этого клеща. Но местные уже говорят, ловят. Вот где обвал произошел тоже. Вот тут у нас слабинка была такая. И вот он завалился. Вот оно все лопнуло. Здесь у нас столбушки были плохо сделаны. Изначально. Вот все провалилось. Ну, уровень, конечно, большой стоит. Сейчас еще с той стороны покажу. Конечно, все ушло сразу. Все наши загородки. Вот перекладина перекрывала здесь вход. Вот, видно, что вода стоит. Сейчас я перейду на ту сторону. В лагах уже почти снега нету. Там вдалеке только видно. А я в том году приехал. Тут еще сугробы стояли. Потому что в этом году я попозже уже, к концу мая, там в середине приезжал. Вот тоже провалы. Ну, утечки пока не вижу никакой. То есть там, видимо, под сливом промыло. Вот. Если бы не промыло, может быть, где-то здесь борванул тоже. Тут местами лужи стоят. Вот она, трещинка идет тоже небольшая по всей дамбе. Вот он еще один обводной канал. Не знаю, работал он в этом году, не работал. Пока непонятно. А тут брат Виталий Калиников старался. Красоту наводил он. Уже не видать этой красоты. Вот он был уровень воды здесь стоит, с этой стороны. Вот так вот со стороны покажу. Тут получается, если считать с конца, или сначала раз, два, три. На третьем столбушке вода подошла к третьему столбушку. То есть если бы не слабые места где-то, вода бы уходила по вводным каналам. Ну, нам бы слабенькая оказалась. Крест стоит здесь. А вот на той стороне, там где у нас молитва на свежем... Чтобы обветрилась от комаров, там упал крест. Вот она даже куда зашла, в лажок в этот небольшой. Вот ее уровень такой. Можно уже определять примерно как что. Сейчас за днем посмотрю, где тут мы спускаемся купаться. примерно какой тут уровень находится. Лавочка стоит для переодевания. Чтобы посидеть можно было. Это вот у нас переодеваться. Это не туалет. Видно, что подкосило ее от ветра. Зажало. Ветра сильные, да, были. Вот он наш. Который спускается. Он плавает, оказывается. То есть если бы не эти коли, которые забиты, он бы уплыл бы сейчас уже. А так он держится на плаву. Это будет легче потом сделать, будет его. Вытащить и заново забить. А сам он целый. Просто его льдом подняло и все, выдавило. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.